Бензин в России — это сезонный товар. Каждую осень с ним обязательно происходит одно и то же. Казалось бы, конфликтующие по смыслу события — бензин дорожает, и его становится меньше, начинается дефицит. Каждый год одно и то же объяснение — посевная, поэтому все топливо уходит на сбор урожая, после чего олигархам становится выгодно поднять цены, а при этом топлива становится меньше, поэтому они вынуждены поднимать его во что бы то ни стало по цене каждого литра. Понять эту эклектику очень тяжело, но каждый год действительно одно и то же — и бензина меньше, и он все равно дорожает. Причем он дорожает в течение года, но без объяснения каких бы то ни было причин, и только к осени появляется алиби. Но посмотрите, какая востребованность! При этом обязательно еще упоминается конфликт экспортных интересов, когда за рубежом всегда есть огромный устойчивый спрос на самый плохой в мире бензин российского производства, на самую плохую в мире солярку российского производства. И почему-то там очень хотят в огромных количествах купить это топливо, Россия не справляется, потому что возрастает потребление на внутреннем рынке, экспорт по-прежнему привлекательный, и поэтому государство должно доплатить за разницу, упущенную выгоду. Олигархи выигрывают по третьему кругу. На самом деле происходит это только в силу обычной жадности бизнеса. Нету никаких причин ни для удорожания, ни для дефицита. Но этот картельный сговор, а Федеральная антимонопольная служба каждый год проводит расследование и каждый год предъявляет доказательства картельного сговора. И за этот картельный сговор никто никогда не несет ответственности, но это каждый раз результат конкурентной борьбы. С одной стороны, действительно, почему бы не поднять цены, если это при попустительстве власти абсолютно допустимо, а во-вторых, идет уничтожение, как ни странно, все еще существующих в России независимых операторов розничной продажи. Лукойл, как правило, он является основным бенефициаром подобного кризиса, душит по регионам, по окраинам подальше от Москвы своих конкурентов, которые позволяют себе быть хотя бы на копейку дешевле, на пол улыбки радостнее и вообще более привлекательными. И много лет тому назад был, например, страшный кризис, когда он начался с Алтая, там закончился бензин в посевную, причем настолько закончился, что снетонировало аж до Сибири и на Дальнем Востоке, впервые в истории России современной, разрешили закупать в Китае топливо. И вот тогда автомобили местного региона, те, кто ездил на японских, вдруг вздохнули с облегчением, потому что китайский бензин по качеству гораздо лучше, и японские праворукие машины, в основном на бензине, но те, которые на дизеле, они тоже там бывают, вздохнули на месяц, на два нормальным топливом, поехали без стуга клапанов и на какое-то время вернулись к нормальному качественному топливу. В этом году топлива по-прежнему не будет, осенью будет обязательный кризис, удорожание, но здесь появляется другая причина. Наконец-то у власти есть безупречное алиби — это украинские бомбардировки. Дроны кружат над Россией и выбамбливают всю инфраструктуру нефтепереработки и ритейла. И склады горят, нефтеналимные базы горят, в Ростове все горит, до Омска дотянулись, там почему-то произошла техногенная катастрофа, к которой Украина вроде бы не причастна, но если в Крайне нет воды, мы же знаем, всегда выпила одна и та же нация. Теперь если вдруг проблемы с топливом, с бензином, с соляркой, значит, конечно, виноваты во всем украинцы. Украина выбамбливает инфраструктуру нефтепереработки, поскольку все-таки фронт воюет именно на этой. НПЗ, жидкая кровь, танков, солярка осмыслено точно и очень результативно. И поэтому НПЗ становится все меньше и меньше. До этого был коллапс по весне в Нижегородской области, но там была другая техногенная катастрофа, там запчасти закончились. И на региональном нефтеперерабатывающем заводе две колонны, которые работали и гнали неплохой бензин, они остановились, потому что импорт, потому что запчасти импортные. И это еще одна уязвимость России. В России нефтепереработка, в индустриальной сверхдержаве по добычу топлива импортное все. Добыча держится на импорте, переработка держится на импорте. Нет запчастей, нет добычи, даже геологоразведки и то нет, не говоря уже о переработке. Поэтому получается три в одном. Олигархи традиционно приготовились по осени поднять литр топлива по всей стране. Украинцы выбомбили инфраструктуру, поэтому часть мощностей уничтожена, часть догорает. Склады догорают. И при этом заканчивается материально-техническая база. Ни починить, ни отремонтировать, ни заново построить не получается. В этой связи еще один вопрос. Россия — индустриальная сверхдержава. На глазах у всего мира больше десяти дней она не в состоянии погасить пожар у себя на одном из объектов переработки и хранения нефти. Почему? Да даже потому, что реагенты и те импортные. Вот если посмотреть, чем тушат, ну вот это же пена. На самом деле в представлении обывателя вода из-под крана. Казалось бы, взял, налил и вот тебе уже пожар потушен. Ничего подобного. Только специальная химия, только специальные растворы. Особенно, когда речь идет о том, что загорелась не мариванда со своим сараем, а нефть, очень близкая по своим характеристикам в этом горящем состоянии к напалму. Гасить нужно только специальными средствами. Они производились в России, но на импортной компонентной базе. Украина очень точна в целеполагании. Она прекрасно понимает, куда должны лететь ее беспилотники для того, чтобы подорвать энергетическую устойчивость России. Причем не по электростанциям. То есть население впрямую это не затрагивает. Свет будет гореть, но так или иначе колориферы будут что-то отапливать, если что, перейдут на дрова. А вот войсковой подвоз, транспорт и развлечения съездить, например, в Крым, потихонечку заканчиваются. И с этой ситуацией индустриальная сверхдержава Россия поделать ничего не может, она не может погасить пожар, нечем, она не может отремонтировать свои нефтеперерабатывающие мощности, нечем, она не может прикрыть небо над этими важнейшими с точки зрения войны объектами, нечем. Россия богата только объяснениями. Раньше был анекдот, это же страна советов, поэтому все готовы были дать друг другу совет. Советов здесь никаких не надо. А вот объяснение, конечно же, обязательно звучит. Потому что через какое-то время мы увидим очередное совещание в Кремле, где люди с озабоченными до пояса лицами будут делать вид, что они не понимают, откуда вдруг литр топлива так подорожал, куда девались все остальные литры топлива, слитые куда-то за границу, и вообще что происходит. Поэтому на их фоне Путин будет выглядеть героем, а они виноватыми мальчиками для битья, каковыми не являются, потому что всего-навсего не упускают конъюнктуру. И главным в назначении цены на литр топлива, в отсутствии литра топлива, в происходящем на бирже, в происходящем на заводах, главным является государство. В каждом литре топлива 71% — это интерес государства. Сама нефть в литре любого топлива занимает 7% стоимости. Все остальное, часть, конечно, это переработка, добыча, доставка, но основное — это государственный интерес. И когда растет литр, это он растет, потому что Путин. А когда нечем починить, это потому что Путин. А когда разбомбили, это потому что война, потому что Путин. Но такого объяснения никто не услышит. Мы увидим заботу государства, которое всерьез обеспокоено положением на рынке нефтепродуктов. И в этой связи лишь рекомендует олигархам чуть-чуть умерить аппетит о том, чтобы закончить войну, начать восстанавливать свою экономику, страну и в том числе избавиться от той причины, по которой вдруг происходят техногенные катастрофы и взрываются горят заводы. Об этом речи не будет. Но с точки зрения власти, наконец-то есть объяснение всему происходящему. Наконец-то не они виноваты внутри страны. Это внешний враг пришел и полностью лишил литра топлива не только танк, не только посевную, но и обывателя. Все проблемы у людей в бензобаках страны только из-за Украины, ни в коем случае не из-за правительства и не из-за Путина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok